привет в петербурге есть улицы которые полны историями событиями и невозможно сразу все рассказать поэтому сегодня я расскажу вам всего лишь об одном доме и об одном человеке который там жил вернее владел дом находится на пересечении миллионной улицы и машкова переулка вот этот угловой дом по миллиона 21 принадлежал он александру ивановичу чернышову человеку которого можно назвать агентом 007 начала 19 века таким штирлицем при дворе наполеона и именно вот с него по сути начинается служба нашей внешней разведки так вот 20 ноября 1805 года состоялась знамена знаменитая австралийское сражение в котором участвовали наполеон бонапарт австрийский франц 2 и наш александр первый вот австрийская русская армия проиграла и было ясно что нужно какие-то осуществить реформы в военном ведомстве и барклайда то ли михаил богданович предложил александру первому послать за границу наших агентов в столице в посольство для того чтобы они присылали в россию данные о численности о перемещениях иностранных армий и вот такие агенты были отправлены в вену в мадрид в берлин и вот в париж в 1810 году поехал как раз александр иванович чернышов это был очень красивый обаятельный очаровательный молодой человек который в париже завел массу знакомств посещал все баллы приемы бегал за юбками ну то есть относились к нему все так достаточно несерьезно но наполеону нравился благодаря его открытости честности и светским манерам ну а после того как чернышов отличился при пожаре вот в доме австрийского посланника случился пожар свечка упала было много тканей различных в помещении женские платья все это начало сгораться и началась паника все бегали и только русский офицер на организовал операцию по спасению людей и в том числе он сам лично вывел вынес из огня сестер наполеона каролину каролину мюрат и полину боргези и вот последнее в видимо в благодарность за спасение подарила чернышеву ни много ни мало себя наполеон тоже был за это благодарен ему и еще больше стал доверять чернышеву он с ним разговаривал во время какой-то неформальных событий то есть например во время охоты во время обеда многие предупреждали наполеона что чернышов подозрительные слишком широкий у него крупа круг общения но наполеон не верил что этот славный малый может быть шпионом а именно шпионом он и был на самом деле и во время вот этих вот баллов во время баллов всегда все были в подпитии но тем не менее обсуждали очень важные вопросы планы на свои действия численность войск вот эти вот вещи и когда все расходились уже будучи вот совсем пьяными вечером те разъезжались по домам чернышев начинал свою работу и отправлял в петербург депеша с этими данными барклай и александр были им очень и очень довольны и александр даже однажды написал у себя в дневнике что был бы очень хорошо если бы все мои министры были бы такими же как этот молодой человек так вот помимо всего прочего сам наполеон очень часто проговаривался он совершенно ничего не скрывал от чернышева и как-то раз даже сказал что собирается напасть на россию более того были свои агенты у чернышева завербованы им либо еще даже до него завербованы и был такой например мишель он работал в военном ведомстве во франции и он должен был составлять два раза в месяц краткую ведомость о дислокации о составе количестве войск в единственном экземпляре только для наполеона так вот он эту ведомость прежде всего копировал и передавал чернышеву а чернышев отправлял опять же россии в петербург также он не жалел своих личных денег покупал информацию у платных информаторов но то сделать делал все возможное для родины более того он даже сам поставлял наполеону карты российской империи те которые нужны были конечно ну то есть не те карты и это все сыграло свою роль когда наполеон вторгся в россию ну и особенно большую роль сыграло то что наши генералы прекрасно знали и численно свой какие там генералы какие у них плюсы-минусы все вот эти данные в том числе планы наполеона выяснилось что наполеон собирается перейти через границу и хочет чтобы русские дали ему тут же сразу решающие сражение вот такие были у него планы но им не суждено было сбыться потому что когда он границу перешел его никто не встретил наши армии расступились и шли параллельно ему вот именно с этого момента как раз начнете начинается служба история службы внешней разведки россии благодаря этому нам удалось сбить его с толку у него пошло все не по плану именно благодаря этому он проиграл он не умел таким образом воевать но что касается чернышева то он понимал что бесконечно это продолжаться не может его положение было очень шатким тем более что во франции было контрразведка до службы контрразведки и они пытались как-то скомпрометировать чернышева и вот в начале весны двенадцатого года он сжег все компрометирующие его документы и негласно выехал из парижа единственно там было одно письмо от как раз вот от мишеля того самого который случайно где-то залетела и оказалось под ковром и вот после отъезда чернышева агенты французской полиции зашли ворвались его дом все перевернули там верном верном и обнаружили вот это самое письмо но соответственно мишеля ждала гильотина наполеон рвал и металла чернышев это время было уже далеко от французской столицы приехав в россию во время войны двенадцатого года он сопровождал император александра затем он был партизаном да он создал свой партизанский отряд и у нас в зимнем дворце есть его портрет работа джорджа довод в галерее 12 года позже уже после восстания декабристов он состоял в следственной комиссии по делу о декабристах с особенным рвением допрашивал этих людей и когда пятерых руководители декабристского движения повесили на кронверке трое из них сорвались и именно говорят что его предложение было повесить их вторично затем на протяжении более 20 лет он был военным министром у нас в россии хотя характеристика у него была не очень хорошая в третьем отделении докладывали что его ненавидят абсолютно все слои общества и именно его впоследствии обвиняли в поражении в крымской войне потому что он был приверженств приверженцем вот этой вот палочной дисциплины то есть вот за всю свою жизнь он если его как-то охарактеризовать его невозможно вот одним словом как-то назвать потому что он совершенно по-разному себя проявлял в разные периоды своей жизни но что касается вот этой вот шпионской службы то впоследствии он не раз готовил новых шпионов для россии ну а этот дом был ему был ему подарен николаем первым впоследствии правда он переехал как военный министр на большую морскую 10 этот дом пиковой дамы но этот дом передал своей дочери что касается дома пиковой дамы обратите внимание у нас на канале есть ролик мне кажется очень интересный на эту тему но я с вами на этом прощаюсь до встречи на грибанале